Покупка и продажа товаров через сеть интернет стали обыденным делом для большинства жителей республики. Это удобно, быстро и ходить никуда не надо. Множество сайтов предлагает безграничный выбор. Однако при онлайн-торговле каждый может стать жертвой преступления. Как не попасть в лапы виртуальных мошенников, в рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Желесцова. Жители Коми все чаще попадаются на удочку мошенников, которые творят свои черные дела на виртуальных барахолках. Выгодные предложения дурманят голову покупателям. Предоплата и готовность лжепокупателей сию же минуту приобрести товар вводят в искушение неопытных продавцов. 37-летний житель Сосногорского района нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений предложение о продаже лодочного мотора. Мужчина решил купить его и позвонил продавцу по номеру телефона, зарегистрированному в Нижегородской области. Горе-покупатель перевел на счет незнакомца через онлайн-сервис 24 тысячи рублей. Но заказанного товара не дождался. Еще раз напоминаю, что при приобретении товаров либо совершении других сделок не следует осуществлять предоплату, а также переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных лиц. Товар следует оплачивать после его получения и его личного осмотра. 18-летняя жительница Усинска собиралась продать куртку, разместив объявление на том же сайте. Ей позвонили, сказав, что готовы приобрести одежду, причем не глядя. Не проверив благонадежность покупателя, девушка прошла по полученной в СМС сообщении ссылки и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего у нее списали более трех тысяч рублей. Никогда ни при каких обстоятельствах не переходите по ссылкам, которые вам присылают незнакомцы. Один ваш клик может занести вирус на ваш гаджет, и вы останетесь без денег и без телефона. Если вас просят заполнить анкету, где необходимо указать анкетные данные, коды и пин-коды ваших банковских карт, сразу прерывайте общение. Это мошенники. Иногда мошенники присылают товар не тот, который был заказан. Так жительница Усть-Вымского района заказала на одном из сайтов стильное платье. Вскоре ей в отделение почты пришла посылка, за которую она наложенным платежом заплатила более трех тысяч рублей. Развернув упаковку, обманутая сельчанка обнаружила там сорочку плохого качества и бумагу, положенную для прибавки веса. Еще раз напоминаем, жителям республики стоит быть внимательнее при заказе и продаже товаров через интернет. Важно помнить, мошенники часто используют социальные сети и популярные сайты. Поэтому необходимо тщательно проверять объявления о продажах. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные своей банковской карты и самое главное, пришедшие в СМС-сообщениях коды, открывающие доступ к вашему счету. Если кто-то пытается навязать вам манипуляции с вашим телефоном или картой, немедленно прерывайте опасное общение. Ваша бдительность – лучший защитник ваших сбережений.